Вечер на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим о главном сейчас в студии Александр Новицкий. Алла Есина. Еще один человек, который вчера был замечен мною, в кадре прозвучал, как говорят, мельком. Я говорю о Сергее Дубенко, советнике городского головы города Одессы. У него возьмем тоже несколько ответов на вопросы, которые хотелось бы услышать. Сереж, что это было? Это был наезд на шаурму? Это была задача как-то регулировать рынок шаурмы в ручном режиме? Или вы действительно на белом коне три всадники спасателей Одессы? Сейчас я говорю, а меня уже смешит само слово шаурма в среде сегодняшних всех этих обсуждений. На самом деле, если война и объявлена, это война антисанитарии. В шаурме никто войну не объявлял и не будет объявлять, не думает. Это блюдо, которое везде употребляется. И в Дубаях, и в Стамбуле, и в Нью-Йорке, и где угодно. То есть шаурма будет, но прибыль с нее будет получаться при других людей? С нее прибыль будут получать те, кто владеет точками по продаже шаурмы. И речь лишь идет о том, чтобы тем людям, которые любят это блюдо, это блюдо приносило лишь удовольствие, а не посещение инфекционной больницы. Поэтому для того, чтобы одесситы и гости города могли быть уверены в том, что их шаурма не бегала и не мяукала где-то по дворам, действительно была организована проверка пунктов, где продается и реализуется шаурма с целью их проверки. На минимальнейшие буквально требования водопровод, канализация, наличие холодильников, как хранятся продукты питания. Но очевидно же, что этого нет. Поэтому, значит, смотрите, говорить о том, что очевидно, что этого нет, это не совсем так, потому что я знаю несколько заведений, где эта шаурма замечательно приготовляется, где есть и... Это опять-таки, мы уже об этом говорили, это единичные точки. Значит, единичные, они по одной простой причине, значит, что по каким-то соображениям, и не будем уходить в историю к новому ковчегу, значит, в Одессе на это, значит, не обращали внимания, сейчас обратили. Сергей, буквально на сегодня прерву. И это хорошо, это хорошо. О том, почему обратили, мы поговорим буквально через минуту. Наша коллега Елена Бережнюк из Киева сейчас на прямой связи со студией. Она готова рассказать о том, как работают такие точки фастфуда в столице, и, собственно, как в Киеве отреагировали на такой протестный марш или, наоборот, марш в поддержку шаурмы в Одессе. Лена, ты в эфире, тебе слово. Здравствуйте, студия. Мы сейчас находимся возле метро «Арсенальное» в Киеве. Здесь точек с шаурмой есть две. Одна вот из них прямо за нами, она напротив метро находится. Вот мы здесь находимся буквально полчаса, и это уже, кстати, девятый человек, которого вы видите за мной, который подходит за шаурмой. С нами пообщался уже продавец на этой точке. Он сказал, что очень много людей, никто не жалуется на то, что кто-то чем-то травится, что все нормально, жалуется только на цены. Но мы сейчас попробуем посмотреть, собственно говоря, в каких условиях шаурма готовится. Пройдемте за мной. Ну вот мы видим, что как раз процесс готовки идет. Здравствуйте, а мы снова к вам. А можете нам показать, вот в каких условиях готовится шаурма в Киеве? Мы сейчас в прямом эфире. Закажите, что-нибудь это сделаем. Обязательно после эфира, если все хорошо, закажем. Покажите нам, пожалуйста. Ну, подготовлю. Это все стерильно. Вот как вы, например... А как вы, например, вот за посудой следите? Все ли чисто? Каждый вечер мою. А можете нам показать, где она хранится именно? Вот мою, еще мою. Все, здесь есть у меня, я мою. Вечером, каждый вечером. А почему вы не в перчатках сейчас? Вот перчатка у меня, когда делаю, я одеваю. Когда уже делаю, снимаю, выбрасываю, я ее в путь. А как вот мясо хранится? С ним все нормально? Ну, не останется у нас просто. А скажите, проверка к вам приходила, вот когда последний раз? Пару дней назад было. И что говорили, какие результаты? Я не знаю, я был выходной. А вот в Одессе хотят запретить шаурму, я уже вам говорила об этом. Вот как вы считаете, нужно ли это сделать в Киеве? Может, нужно усилить контроль, чтобы все-таки все было нормально? Я не знаю, я ничего не могу сказать по этому поводу. И там чай ставшись решает. А вы сами шаурму едите? Конечно, а шаурму едите. Каждый день и все нормально? Да. Хорошо, спасибо вам большое. Пожалуйста. Что ж, на меня, на меня, на меня. Ну что ж, мы, в принципе, увидели, вроде бы все есть, но, как мы видим, проблемы некоторые существуют. Вот, например, все продукты находятся на открытом воздухе. И поэтому возможны, ну, по нормам санэпидемстанции это не разрешено. Ну что ж, надеемся, что все-таки люди не травятся и что с ними все нормально. Елена Бережнюк, Дмитрий Двойченков. Специально из Киева для Думская ТВ-студия. Спасибо, Лена. Ну вот, в принципе, в Киеве аналогичная ситуация. Правильно? Ну, смотри, я не знаю, насколько это правильно. Пусть об этом судят врачи, пусть об этом судят те службы, которые контролируют фастфуд. Наша задача лишь сделать так, чтобы люди, которые, еще раз повторюсь, его употребляли, были уверены в том, что они не отравятся, не попадут в инфекционку. Значит, вот это вот минимальная цель. Мы не преследуем абсолютно цели регулировать каким-то образом гастрономические предпочтения одесситов и гостей города, которые имеют право покупать что угодно и где угодно. Мы лишь хотим их оградить от пищевых отравлений. От возможных пищевых. Да, это, безусловно, правильная абсолютно штука. И если вдруг сложилась ситуация, когда из 100% владельцев фастфуда только 10% соблюдают санитарные нормы, значит, остальные 90% либо будут вынуждены привести их к тем 10%, которые эти нормы соблюдают, либо перепрофилироваться и закрыть их. Сергей, не кажется ли вам логичным было провести все вот эти вот проверки и рейды в начале курортного сезона, а не тогда, когда уже курортный сезон заканчивается? Да, шаурма и фастфуд, они действуют круглогодично. То есть это никакой не сезонный бизнес, это не... Летом он просто более опасный. Ну, опять же таки, я говорю, когда угодно можно проводить рейды, можно это делать в начале лета, в конце лета. Почему не проводили раньше? Опять же таки, ну, почему? У нас сейчас программа гость студии, да, а могла бы быть новость. Но новость его означали, а потом гость студии. Но то же самое здесь, начерно какие-то другие проверки проводились. Сейчас проводится проверка в том числе вот этого фастфуда. Поэтому, коль такая ситуация сейчас происходит, я думаю, что это в позитив. К этому должны радоваться все люди, которые употребляют шаурму. И, безусловно, это идет на пользу имиджу города, который... Коль уже так сложил, что Одессу многие воспринимают как гастрономическую столицу Украины. Здесь действительно у нас очень много и ресторанов, и других заведений общественного питания, которые дают великолепную кухню и великолепные блюда. Что даже фастфуд в Одессе, ну, будет вызывать абсолютный позитив у гостей. И они попадут опять же таки в больницу с пищевым отравлением. Но в том, что саннорму нужно привести в порядок, я даже спорить не буду, это очевидно, это правильно и это нормально. Возникают другие вопросы. Вот то, о чем я говорю, почему это происходит сегодня, почему это не происходило раньше, почему раньше не обращали внимание на шаурму. Или неужели у нас там другие точки фастфуда в лучшем состоянии, к примеру, находятся. Или нужно было дождаться ситуации в Измаиле, да, когда, извините, жареный петух уже клюнул, для того, чтобы провести это в Одессе. Смотрите, на деле в Измаиле клюнул петух, а в Одессе не клюнул. И, наверное, очень правильно сделали, что эту ситуацию предупредили. Почему это сделали сегодня, например, а не позавчера, ну, это вопрос философский. Важно, что это сейчас делается, и оно не вызвано тем, что в Одессе какая-то волна пищевых отравлений. Это означает, что сделано все своевременно. То есть ситуация Измаила не подтолкнула? Нет, почему же. Ситуация в Измаиле – это тревожный звоночек, который прозвенел где-то там, а не в Одессе. И, безусловно, это в том числе и подтолкнуло к проверку именно этих точек. Но я могу сказать, что первые два дня проверок комплексных, которые проводили ребята из Санэпиденстанции, из управления торговлей, они вызвали большой интерес к проверке и прочих точек по продаже там всевозможных других фастфудов. Почему? Потому что действительно зачастую, и это очень справедливо, не только шварма, но и многие другие точки вызывают опасения в плане санитарного состояния. Боюсь, что у нас даже многие рестораны вызывают опасения в плане санитарного состояния. Когда ты видишь элементарно грибок, когда ты видишь какие-то закопченные, абсолютно ржавые варочные поверхности, когда вчера происходил демонтаж точки возле 10-й горболедницы на Малиновского, и холодильное оборудование, которое там выносило, просто в руках рассыпалось от ветхости, а все, что находилось внутри, просто не подлежало восстановлению. То есть его просто так и бросали, просто потому что оно было, ну, чересчур ветхое. Это означает, что вовремя спохватились, действительно вовремя спохватились, и тут даже не надо, я не задаю даже вопрос, почему. Важно то, что действительно сейчас будут две вещи. Это закрыты те фастфуды, которые, ну, никак не подлежат ни восстановлению, они не могут просто в силу своих каких-то физических параметров, маленькая площадь, там, невозможность подведения коммуникаций, соблюдать те самые гигиенические нормы. Второе, те, которые хотят, намерены продолжать работать в фастфуде, они будут вынуждены каким-то образом добиться соответствия минимальных этих требований. То есть им будет дано право на то, чтобы привести в соответствие с нормами? Ну, послушайте, конечно будет, просто, опять же таки, почему? Вот годами, годами получалось так, что многие контролирующие службы, они приходили и просто обелечивали предпринимателей. То есть ржавчина, дали денег, ну и продолжают. А какие службы вы обелечивали, куда они делись сейчас? Ну, там, обелечивая служба, там, ветконтроль, ну, неважно, там, все возможные. Именно поэтому сейчас комиссионное обследование, чтобы они все вместе собрались, да, а не шушукались по углам. Поэтому, в том числе и депутаты, представители СМИ, любой человек может участвовать в проверке, там, общественность. Ну, как проходила проверка, я предлагаю посмотреть прямо сейчас, потому что наши корреспонденты тоже вчера были на проверке, и опосредованно принимали в ней участие. Я прошу дать сюжет Ивана Леонтьева. Приморский район, перекресток улицы Канатная и переулка Матросова. В округе несколько вузов. Шаурма здесь пользуется огромной популярностью. Именно отсюда и стартует глобальная городская проверка. Завидев контролирующие органы, хозяин будки сдирает вывеску. Шаурма съезжает отсюда? У нас шаурма нету. Нету шаурмы здесь? А там вон стоят добавки, такие картошка, агруцина. Это вы что готовите? Сэндвич. Сэндвичи тут или самое, что не наесть шаурма, разберутся те, кому полагается. Исполняю обязанности начальника управления торговлей и развития потребительского рынка. Вы скажете, чем вы торгуете, мы видим, что у вас шаурма. По распоряжению городского головы комплексная проверка данного, не только данного, а всех заведений, которые торгуют шаурмой. Повар говорит, ни на какие вопросы отвечать не уполномочен. И добавляет, человек он здесь настолько маленький, что уходя, хозяин закрывает павильон снаружи. Она закрыта снаружи, я ее не могу смотреть. Телефонный звонок к хозяину и дверь все же открывается. Внутри торгового павильона антисанитария. Сыральное и готовое не должно храниться в одном случае. Нарушается товарное соседство. Вы видели в холодильнике, где хранится и сырье, и полуфабрикаты, и готовая пища, которая потом идет в производство шаурмы и всего остального. Никаких документов, которые удостоверяют качество этой продукции, где они приобретены, ничего нам не показывают. Дальнейшую судьбу такого рода заведений будет решать управление торговлей, как я раньше ее всегда называю. То есть будет, допустим, решение о сносе этого. Пока идет проверка, владелец торговой точки выносит оборудование. А через 10 минут на этом павильоне уже закрыты ролеты. В торговой точке по соседству санитарные нарушения те же. Грязь на полу, недопустимое продуктовое соседство в холодильниках. Но здесь еще и проблемы с водоснабжением. Водопровод расположен в опасной близости от канализации. Бактериально загрязнение, и все, и будет отравление. При этом это очень актуально. Вы знаете случаи с Измаилом, когда было очень большое количество людей отравились и упали в больницу. Мы отработали буквально 15 минут, и уже вот эта вот будка уже закрыта. Почему? Ну, наверное, у них не все хорошо. Если данный объект находится в демонтаже, либо он, скажем, закончились договора, данный объект попадет в демонтаж, и вы увидите, как он будет демонтирован. Если договор не истек, мы постараемся повлиять на предпринимателя для того, чтобы он не торговал хотя бы шаурмой. Желательно сейчас, в летний период, не торговать в шаурму, потому что это все-таки первая, скажем, причина болезни, которая происходит – отравление. Депутаты говорят, сегодня нет механизма воздействия на недобросовестных предпринимателей. Соответствующие полномочия недавно отобрали у санэпидстанции. Те же, кто питается в фастфуд-точках, говорят, проверки вряд ли что-то изменят. И добавляют к качествам купленного продукта. Чаще всего довольны. Я вот как посетитель очень рад тому, что здесь, вот, недалеко от моего дома, собственно, я живу на Семинарской, находится вот, скажем так, даже комплекс заведений, где можно очень вкусно и в рамках бюджета определенного поесть. Проверять надо, закрывать, ну, возможно, да, но надо смотреть. Надо просто следить за тем, чтобы было хорошо. Это касается сегодня только шаурмы. Следите за городом, все будет хорошо. Чиновники и депутаты говорят, проверки торговых точек на Канатной – лишь начало глобального городского рейда. Иван Леонтьев, Евгений Очменцев, Думская ТВ. Все хорошо. Борьба за санитарную безопасность нашего города, будем закрывать и так далее, и так далее, и так далее. Все это вызвало резонанс. Мне бы хотелось вернуться к шаурмаршу, который сейчас, ну, стихийный или нет, но все-таки возник. Вопрос, который записал себе, который с утра, в общем-то, который для вас, могут ли использовать противники существующего мэра Одессы вот этот повод для того, чтобы заявить о своих каких-то правах на этот город, что ли? Ну, на деле, все, что связано с шаурмаршем, с маршем в поддержку беляшей, вареником, значит, традиционной славянской пищи, борща и так далее, это, безусловно, очень правильные для города ивенты, потому что в отличие от Киева, значит, Львова и Москвы и прочих городов, Одесса отличается всегда способностью с юмором относиться к абсолютно любым вещам, и я уверен, что марш в поддержке шаурмы и вареников или борща не проходил ни в одном городе мира. Наверное, мы будем первыми. Но здесь же идет разговор о том, что очень многие люди здесь по-серьезному восприняли это событие, этот ивент, связанный с, в кавычках, закрытием будок с шаурмой. Многие скажут, это притеснение бизнеса и так далее. Нет ли такой опасности? Я не знаю, кто всерьез может относиться к маршу в поддержку шаурмы. Я хочу сказать, что, во-первых, ее поддерживать не надо, вы ее поддерживаете своим кошельком, приходя в точку фастфуда и приобретая этот любимый кем-то продукт. Задача городских властей лишь обеспечить правильный подход к качеству. А что касается вообще такого рода вещей, то здесь стоит задуматься, потому что действительно вот такие вот вещи, марши по вареникам, по шаурме, можно превратить в очень классные гастрофестивали и очень классно этим пользоваться для привлечения очередных потоков туристов. Даже если бы это сделал кто-то другой, противники городской власти, им бы надо было за это по уму заплатить, потому что это очень правильный ивент, очень веселый. И я надеюсь, что он пройдет, если он будет первым, он пройдет правильно, то он вызовет лишь цепную реакцию в виде таких же самых, значит, ивентов, связанных там с шоколадом, с чем угодно. Вот организаторы шаурмаши, они призывают к дискуссии. В том-то и вопрос. То есть они не то, чтобы выступают против городской власти, не то, чтобы в защиту шаурмы, они призывают к дискуссии. Так. К дискуссии. Поговорите о том, почему таким образом происходит, почему закрывают именно шаурму. Ну, смотрите, закрывают не шаурму, а закрывают антисанитарные точки, вне зависимости от того, чем они там торгуют, шаурмой или прочим. Поэтому люди лишь должны относиться позитивно к этому маршу. Я, например, в этой группе, любой пользователь может зайти в Facebook, такого количества, ну, юморных и классных фотографий и фотожап я очень давно не видел. Меня лично это очень порадовало, значит. Все, что связано в городе с общепитом, с туризмом, значит, со спортом, со здоровым образом жизни, и с... Это очень правильная штука. Лучше заниматься этим, чем политикой. Вот с арказом с юмором у нас сейчас будет на экране, мы опять покажем новое. Могут ли этим воспользоваться политические соперники, значит, пускай политические соперники кушают шаурму, кидают помидоры. В общем, все, что угодно, только не загаживать город разными там... Ну, тогда реакция вам нравится. Абсолютно, да. Ну, нормально, это Одесса, это Одесса. Не хватает, мне кажется, на каждом меме все-таки фирменного знака Одессы, чтобы было понятно, в каком городе это происходит, куда нужно ехать, в какой город нужно ехать, чтобы понять, как защищают шаурму. Я вообще надеюсь, что со временем наши шаурмисты достигнут такого уровня чистоты, порядка и разнообразия этого вида товаров, что в Одессу вполне возможно будут организованы целые гастротуры за шаурмой из других городов. Это было бы замечательно. Самое главное, чтобы она была вкусная и ни в коем случае не вредная. Измаильских мастеров к этому делу приобщать мы не будем какое-то время, пока они не сертифицируются. Измаильских точно нет. Это точно. Кто сегодня, то есть, ну, давайте будем честными и откровенными, в принципе, каждый малый бизнес в Одессе, он находится под кислом, по большому счету. Основные игроки на рынке шаурмы, пожалуйста. Основные игроки на рынке шаурмы. Понятия не имею. Я даже не знаю, что существуют ли основные какие-то игроки. На деле, насколько я обладаю этой информацией, нет двух или трех людей, которые покрывают все точки по продаже шаурмы. В городском совете есть чиновники, либо депутаты, которые владеют точками шаурмы? Ну, это было бы очень смешно. Это было бы очень весело. Ну, почему же, давайте смех смехом, но это реально очень прибыльный бизнес. Ну, я, опять же, не могу судить о его прибыльности. Наверное, все зависит от качества, от тарифной политики, от места, где расположена сама... Ну, видя очередь за шаурмой, сам вопрос только от шаурмой. От депутатов и чиновников зависит от места шаурмы, если честно. Только от этого. Поэтому, ну, я не могу серьезно говорить об этом. Кто из депутатов владеет шаурмой? Мне это очень смешит. Мне понравилось предложение нашего ресторатора по окончанию срока действия хатки бракосочетаний взять ее, арендовать под шаурму. Они же думают ее разобрать, значит, на зимний период. Перенести. Да, перенести. Но переносить он предлагает не делать. Он или под вареничную, или под шаурмичную хочет ее забрать. Замечательная мысль. Вот такими примерно категориями можно к этому вопросу и относиться. Собирается ли городской совет запрещать проводить марш? Нет, абсолютно нет. За шаурмой? Нет, абсолютно нет. Мы всячески будем способствовать его проведению. Если надо чем-то помочь, то, пожалуйста, пусть организаторы к нам обращаются. Я уверен, что будет достаточное количество СМИ. Я уверен, что будет очень много, большое количество позитивно настроенных людей. В ленте нет ни единого негативиста. И мне кажется, это будет просто веселое событие. Поэтому, если кому-то в субботу утром, в 10 утра не будет более интересного... Не успеет позавтракать, приходите на шаурмарш. Я думаю, он ничего не потеряет, а может даже приобретать хорошее настроение. На марше, кстати, хорошее выражение, известное. Будет ли развернута на марше продажа какого-то фастфуда? Ну, смотрите, на деле для продажи фастфуда все-таки необходимо, наверное, оформление предварительной заявки и так далее. Ну, собственно, завтра организаторы будут давать заявку. Ну, например, на сегодняшний момент с такими заявками организаторы не обращались. Я думаю, что их основная цель – это все-таки фан, все-таки смех, все-таки какой-то юморный к этому подход. Будут ли довходить это как-то при обеспечении безопасности? Будут стоять ли рамки шаурмодетекторов? Ну, смотрите, да. Ну, мы продумываем варианты попросить полицию одеться, значит, в одежду связанную с шаурмой. Значит, как-то обернуться соответствующими, значит, одеялами, но имитирующими лаваши. Но на данный момент Георгий Ларктипани за ничего не ответил на это предложение. Поэтому мы все еще думаем, стоит ли таким образом заменить униформу полицейских и, значит, на голову зеленые фуражки. Чиновники и депутаты Борисовета могут подать пример. В том числе, конечно. Сергей, благодарю, что нашли возможность присоединиться к работе нашей студии. Напомню, у нас в гостях был советник Одесского городского головы Сергей Дубенко. Мы прервемся на выпуск новостей. Наш коллега Евгений Салтан расскажет о том, что сейчас происходит в Одессе. После вернемся в студию, продолжим вечер на Думской. Будем говорить на более серьезные темы. Оставайтесь с нами, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова